Мне пришла маленькая посылка с весьма интересным оптическим инструментом. Производитель говорит, что это цифровой микроскоп, который отлично подходит для начинающего исследователя. Я вместе с вами проверю, как работает это устройство. Подключив через USB кабель к ноутбуку, я вывел изображение на дисплей. Ну и первое, мы посмотрим мой палец. Когда руки чистые, это не так впечатляет. Ногти выглядят уже более интереснее, но они тоже относительно чистые. Как видите, удобно заглянуть прямо под ногтевую пластину. Волосы на руках выглядят как торчащие металлические струны. Борода. Меня больше всего впечатлили торчащие стержни прямо из кожи. Так выглядит трехдневная небритость. Ну а так как я брею полностью голову, то бамбук у меня еще и на макушке. В этом микроскопе два режима увеличения. Вот увеличение 50, а это 1000 крат. Чтобы протестировать микроскоп, мне нужно больше материала. Поэтому я решил отправиться на природу. Чтобы собрать образцы растений и насекомых, велосипед, рюкзак, инвентарь с баночками и пипетками. Поехали! Я построил свой маршрут заранее так, чтобы проезжать самые красивые места острова. Здесь сложный ландшафт для велосипеда, постоянные подъемы и спуски. Остров – это вершина спящего вулкана посредине Атлантического океана. Тут очень разнообразна растительная и животная фауна. Много уникальных видов, которые мне предстоит еще изучить. Я делаю периодически остановку, чтобы собрать для микроскопа образцы. Иногда это остановка для того, чтобы насладиться красотой природы. А затем вновь остановка для сбора почвы и насекомых. На пути я встретил интересное растение с большими опасными иголками. Это старый кактус и еще видно плоды на нем. Будет интересно рассмотреть иглы под микроскопом. Этот фрагмент тоже отправляется в контейнер. Самое трудное – это ловить шустрых насекомых. А это красивая спящая гусеница. Проехав еще несколько километров, поймал кузнечика и несколько ракообразных. Дальше мой маршрут лежал на скалистое побережье, где попытался собрать немного черного песка. Океан делает монотонную работу по измельчению камней из застывшей лавы. В городе в фонтане заметил живность. За несколько минут наловил десяток. А это я уже в лаборатории. Начнем рассматривать этих личинок и разберемся, кто они. Это личинка стрекозы. На этой стадии живет в пресной воде и питается другими личинками. Вот, например, сейчас личинка комара. Тот самый комар, который после трансформации будет искать кровь. Перейдем к контейнеру и рассмотрим этот яркий цветок. На первый взгляд все прекрасно. Но чем больше смотришь, тем больше замечаешь живности. Такой цветок уже нюхать не хочется. Цветочный клещ. Для человека не опасен. Видимо, тут их логово. Игла кактуса. Хочу попробовать уколоться под микроскопом. Игла тоньше, чем швейная. Как минимум в два раза. Если игла проходит в кожу, вытащить ее практически невозможно. Так как вся поверхность имеет микроскопические зазубрины. Гусеница под микроскопом будет следующая. Я решил ее расшевелить для видео. Аккуратно поглаживаю пинцетом и она сразу же реагирует. Выглядит как инопланетный монстр. А вот тот, которого я с трудом поймал. Прекрасный маленький зеленый сверчок. Это сухопутный ракообразный. Называется мокрица. Сейчас на кадрах каменистая креветка. А вот черный песок. Тут небольшое количество измельченных фрагментов раковин моллюсков. Ну а большая часть это измельченный камень застывшей лавы. Но это еще не все возможности микроскопа SV Bony. Сейчас отключим от ноутбука и подключим его к телефону. Микроскоп с встроенным аккумулятором. Включая его мы активируем Wi-Fi. Через смартфон находим сеть микроскопа. Подключаемся. Открываем скаченное специальное приложение. Включаем режим камеры. И теперь микроскоп проецирует изображение на дисплей телефона. Это очень удобно, ведь его можно брать с собой в поход. Я прекрасно в деталях вижу пылевых клещей, блоху, деньги под микроскопом. И даже могу сфотографировать или даже снять видео для своего архива. Мне нравится эта модель. Буду использовать в своих мастер-классах. Если вы хотите такой же, я оставлю ссылку в описании на магазин с микроскопом SV Bony.